Всем здравствуйте, с вами Ультра. И сегодня мы будем применять мод Railcraft для постройки двух уровнями железнодорожной развязки. Спрашивайте, зачем это нужно? Давайте рассмотрим. Спускаем железнодорожную ветку систематически. Допустим, два пути противоположного направления. Допустим, одна ветка идет от шахты к базе, вторая от базы к шахте. Выглядит это примерно вот так. И, допустим, есть ветка от фермы, грубо говоря, деревни. Ну, или дополнительные декаблики. Это вот облук. То есть это от деревни к ферме. Я как-то вот так схематично изобразил. Допустим, мы не можем проехать, ну, грубо говоря, с базы в деревню, из деревни в шахту и так далее. Соответственно, нам надо это как-то вылечить. А лечится это двухуровневой развязкой. Для начала определяемся, какая из веток пойдет внизу. Допустим, вот эта, которая сейчас параллельна моей линии взгляда. То есть вот эта ветка. Убираем вот эти два блока. И вот эти два блока. И ставим на них твердые блоки. Это у нас будет камень. Ну, в принципе, это не важно. По-моему, даже катит стекло. Дальше поднимаем стопики высотой в четыре блока. То вот на эти блоки ставят еще три таких же. Получаем вот такую конструкцию. Теперь замыкаем стопики здесь. 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 И вот здесь. Получается вот такая вот коробочка, скажем так. Теперь убираем двенадцать блоков с этой стороны. Ну, здесь двенадцать нету, поэтому я уберу все. И укладываем вот здесь наверху, чтобы попомнить, как именно они шли от пола. Далее. Отступив один блок от уровня рельс, выставляем вот такую конструкцию. Напишите, плотно. Потом. Подставляем блок внизу. Еще четыре. И вот здесь четыре. В принципе, вот здесь блок внизу можно подставлять, можно не подставлять. Он ни на что не влияет. Готово. Теперь укладываем рельсы вот так. Так, и здесь был лишний рельс. Дальше продолжить. Как вам плотно. Еще что, развязка. Единственное, что ее недостаток, он снижает много места. Единственное, замеченый недостаток. Просто потом пускаем вот эти вот хвосты. Будем несколько блоков убрать, но это не столь принципиально. Теперь на втором ярусе спуска отсчитываем средний прямой блок, то есть вот этот, перед вот этим спуском. Ставим вот сюда блок и убираем вот здесь. Сюда тоже ставим блок. Потом продлеваем эту линию до пяти блоков. То есть подставляем еще четыре блока. Опускаем. Продлеваем вот сюда. Мне доходят два блока. И вот здесь убираем рельсы. Отступаем два блока. Раз, два, три, четыре, пять, не помню сколько. Здесь можно, в принципе, не важно, как у вас будет сконфигурировано. Вот так. Так. Может вообще вот так. Не ездил. Такие пологие спуски чисто для того, чтобы тяжелым поездам было легче забираться. Вы, конечно, можете их сделать крутыми под 45. То есть не делать вот этих вот лесенок, а просто тупо пустить лесницу и ступенек. Но тогда тяжелый грузовой поезд, внезапно оказавшийся на ветке, может в нее не заехать в подъем. И, соответственно, застрять. Тем самым застопарив движение поездов. Далее. Прокладываем рельсы по листью. Да, это развязка клеверный лист. Вот здесь мы забыли отбросить. Треться. То есть у вас должно быть Т-обратное пересечение. В принципе, желательно делать все симметрично, чтобы не путаться лишний раз, когда вы поедете по какому-то из листьев. Так, и пробрасываем вот здесь. Вот эти вот блоки рельсы убираются. Вот эти вот тоже. Готово. Так, я дам ДИ. Теперь нам нужно выставить рельсы так, чтобы снаружи они расходились. То есть вот таким вот образом. На выходе с развязки они должны разойтись. И ставим стрелки на рычаги. Теперь повторяем эту операцию со всех сторон. Так, здесь встали неправильно. Соответственно, левый рельс ставить по ходу взгляда. Правый рельс, соответственно, разворачивайтесь. Так, там тоже не стоят. Вам нужно в конце развязки левый рельс. Почему-то здесь правый рельс хочет правильно встать. То есть в начале развязки они должны быть повернуты к вам вот так. А в конце, соответственно, вот так. Ничего сложного. Теперь вставляем на оставшиеся места рычаги, где нужно, закрепив это дело блоками. То есть вот так. 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 И вот так. Рычаг переключил случайно. Ничего страшного. Ну вот и все. Давайте проверим. Как он будет работать. Пай. Выключены стрелки. Да, она щетка сама. Признак правильности постройки тот, что вы могли проехать вот по такому кольцу. Вот я упал. Это стрелка на меня никак не подействовала. Так, я развернулся. Так. Я развернулся. На право. То есть это клеверные листья, собственно, это были левые съезды. Теперь нужно сделать съезды правые. Для этого отсчитываем опять же второй блок, убираем вот здесь. Строим как-то вот так. Я, допустим, предпочту вот так, на почтительном расстоянии, чтобы лишний раз не мешать движению. Вот так как раз у меня дошло до конца ветки. Я продлю для наглядности. Вот так это должно выглядеть. Опять же, отступаем два блока, как мы делали в тот раз. Опять делаем спуск у два блока. Ровно на автомате у меня не получается. То есть вот такие вот еще повороты. Делаем вот так. В принципе, спуск можно делать где-то тут. Не столь принципиально. Главное, чтобы он был. Давайте проверим на симметрию. Ну, симметрию особо выдерживать не нужно. Ну, по крайней мере, развязка, которая не выглядит симметрично, смотрится не очень. Это я вам скажу просто по личному опыту. Здесь мы охватанули лишнего. Получается вот такая вот штука. Теперь, опять же, убираем вот эти два блока. Постоянно про них забываю. И убираем вот эти вот рельсы. Здесь рельсы, здесь рельсы. Проверяем. Там рельсы убраны, здесь рельсы убраны. Все верно. Теперь, ставим вот здесь пару блоков. Здесь не нужно. И с той стороны тоже делаем перемычку. Готово. Так, ставим на эти блоки стрелочные рычаги. Соответственно, листья будут служить для левого поворота, а вот эти вот уши для правого. На схеме это выглядит вот так. Эти развязки, которые вы видите внизу без ушей, а вот та вот фиговина, это либо одноуровневая развязка, которая так и не стала нормальной работать, либо заготовка для американских горок. Но о них я расскажу потом. А эти должны быть развернуты по-другому. Соответственно, они должны расходиться в начале развязки. Они в конце, как левые. То есть, левые расходятся в конце, вот это вот расхождение. Левые должны выглядеть так в конце развязки. То есть, когда уже прошли мост. А правые должны так выглядеть в начале. То есть, когда вы только на мост заходите. Так, здесь оно стало неверно. То есть, они должны образовывать вот такую вот конструкцию. Теперь, собственно, идем по кругу и расставляем рельсы в нужном нам порядке. Делаем вот здесь спуск. Теперь, видим, что рельсы пошли так же, значит неверно. Так, ну тут конструкцию совсем распинало. Соответственно, вот левый встал правильно, правый встал правильно. Подставляем рычаги. Эти рычаги будут управлять правым поворотом. Так как мы не на автомобиле, то самостоятельно выбирать направленное движение мы, естественно, не можем. Далее. Опять. Эта рельса встала неверно. Эта рельса встала верно. Там какая-то технологическая рельсина. И хлоп. В принципе, по желанию можно вставить ускорители. Вот. Инженерное сооружение готово. Осталось только его подтестить. Предположим, мне сейчас нужно свернуть направо. Поэтому я включаю рычаг. Оп. Едем. Едем, конечно, медленно, поскольку я не использую сейчас никакие локомотивы и двигатели. Здесь неважно, есть ли рычаг или нет, поскольку на съезде стрелка переключится в положении выезда с поворота. Но потом она, естественно, вернется в положение прямо. Рычаги нужно расставить все. То есть их должно быть 16 штук. То есть 4 здесь. 2 управляют правым съездом, 2 левым. 4 здесь 2 направо и 2 налево. И здесь 4 направо и 2 налево. И здесь 4 направо и 2 налево. Итого 16 штук. Да, это может выйти дорого. Ну, не так уж и дорого, учитывая стоимость. Отсчитывая развитие на поздних уровнях, когда доходишь до железнодорожных видов. Обычно вот это вот всего. Красных красителей, черненных мешков, костной муки, железа рычагов и поршней навалом. Не знаю, что это такое, профилирование. Ну да ладно. Ну вот и все. Всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте пальцы вверх. До встречи.